Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Более 20 лет на троих. Сегодня суд Центрального района Гомеля огласил приговор по уголовному делу в отношении черных риэлторов, группы людей, которые виртуозно проворачивали незаконные сделки с недвижимостью граждан. С целью сокрытия преступлений и сведения рисков к минимуму фигуранты пошли на меры конспирации. С 2010 по 2015 они обманным путем завладели недвижимостью разных людей. Находили квартиры тех, кто умер и не имел наследников, искали хозяев злоупотребляющих спиртным, выходили на людей, которые долгое время не проживали по месту регистрации или имели задолженности по уплате коммунальных услуг. Под различными предлогами махинаторы склоняли их к продаже жилья, обещали на выгодных условиях найти квартиры с меньшей площадью, но на деле не выполняли обязательств. Экспертами города Гомеля проведено более 40 экспертиз, подчерковечки технических экспертиз документов, в результате которых были сформулированы выводы о том, что часть подписей в документах выполнена невладельцами. А также было установлено, что часть отисков печатей нанесены не нотариальными конторами Российской Федерации. Следственные органы и оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией установили не менее 16 незаконных сделок с недвижимостью, совершенных на территории областного центра, а также Гомельского, Ветковского и Будокошелевского районов. Сумма причиненного ущерба составила 400 тысяч рублей. Она уже практически полностью возмещена. Двое членов группы, мужчина и женщина 1973 и 1971 года рождения, все это время находились под стражей. Третий подельник дожидался решения суда под домашним арестом. Окончательно назначен Смешков Виталий Анатольевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии условиях строго режима с конфискацией всего принадлежащего имущества со штрафом в размере 800 базовых величин, что денежное выражение составляет 19 600 рублей, без лишения права занимать определенной должности или заниматься определенной деятельностью. В отношении остальных членов группировки суд был более лояльным. Женщину приговорили к 6,5 годам лишения свободы, мужчину к 5 годам в колонии строгого режима, также с конфискацией имущества. Еще один участник находится в розыске. Приступить закон в минувшую субботу попытался и житель деревни Крынки Реческого района. Двигаясь по автодороге Октябрьский-Паричи-Речица на автомобиле Деонексия, он проигнорировал неоднократные требования сотрудников ГАИ об остановке. После произведенных трех предупредительных выстрелов в воздух водитель продолжил заезжение дальше. Сотрудниками госавтоинспекции были произведены прицельные выстрелы по колесам данного транспортного средства, после чего удалось автомобиль остановить. При приближении инспекторов к автомобилю водитель включил заднюю передачу и совершил столкновение с машиной госавтоинспекции. После этого нарушитель ведущей зоотехник одного из сельхозпредприятий района с признаками алкогольного опьянения был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В аналогичном ожидании находится и житель поселка Костюковка Гомельского района. В Гомеле, двигаясь по улице Советской, он совершил наезд на женщину. От полученных травм пенсионерка погибла на месте происшествия. По предварительной информации, в момент включения зеленого сигнала светофора для автомобилей, водитель не убедился в безопасности, не предоставил преимущества в движении и совершил наезд на 80-летнюю женщину-пешехода, которая завершала пересечение проезжей части, начав движение на зеленый сигнал светофора. В Лоевском районе, подыскивая подходящее место для кемпинга, мужчина потерял детей, с которыми приехал на отдых. В ночь субботы на воскресенье в дежурные части милиции МЧС Лоевского района поступили сообщения о том, что в лесном массиве около деревни Олешковка потерялись дети. По словам обратившегося, в субботу около 18.00 он на автомобиле УАЗ «Патриот» с тремя детьми в возрасте от 4 до 8 лет приехал в лесной массив на отдых. И чтобы выбрать место для кемпинга, ничего лучше не придумал, чем сесть на велосипед, а детей ставить в автомобиле. В итоге мужчина заблудился и выехал из леса совсем в другой деревне. Там он сообщил милицию, что потерял троих детей. Работники районных отделов по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел незамедлительно начали поиск детей. В 4 часа 35 минут в 3 километрах от деревни Олешковка спасатель обнаружил детей и автомобиль. Дети все это время находились в машине. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.